Мифы и реальность Мифы и реальность Вот большая, я бы сказал, интегрирующая модель трансперсональной психологии, ее истории и развития И что касается вообще трансперсонального подхода, конечно, трансперсональный подход, как любой научный подход, он зиждется на МИФе. Так же, как 133 человека у меня защищено, не 200, всего-то 133 кандидатов и докторов наук. Как я ошибся, трагично. Трагично, да. И, значит, что касается современной психологии, ну, с одной стороны, конечно, вот вроде бы я профессор, да, и вроде бы я руковожу там огромной академией международной, где 50 стран там и так-то ведущие специалисты доктора наук со всех континентов. Но, с другой стороны, когда я думаю о современной психологии, о парадигме современной психологии, то я абсолютно четко понимаю, что существует только МИФ о современной психологии, о науке, о науке, миф, о самой реальности, о которой может познакомиться человек, ее нет. Нет. Реальности психологии нет. Почему нет? Ну, во-первых, нет, потому что на Земле не существует ни одного человека, который может постигнуть саму текстовую реальность, исследовательскую реальность, практическую реальность современной психологии. В настоящий момент существует только 500 основных школ, больших школ в современной психологии. Здесь нет ни одного человека, который может даже перечислить хотя бы 20 школ. Почему? Почему вы такие неполноценные? Не справитесь. Вот в чем дело-то. Никогда не справитесь. Почему? Потому что объять современную психологию, ее просто невозможно. И на Земле не живет ни одного человека, который знает психологию. Не только в базовых теоретических подходах, но и в методах исследования, и тем более в эмпирике. В эмпирике. Вы, наверное, с трудом представляете, но в год в год защищаются в мире так-то десятки тысяч кандидатских и докторских диссертаций. С которыми никто не познакомится. Вот никто. Вот тут у меня есть ученики, которые писали кандидатские. Кто их читал, кроме меня? Так-то никто. Где это? Вот где эти исследования? Зачем они сделаны? Во многом психология-психология, она превращается в какой-то непонятный и большой абсурд. Большой абсурд. И вот вам предлагаются разные образовательные системы. Очень разные. Ну вот, например, есть магистратура по трансперсональной психологии. Ну вот у меня есть магистратура по социальной психологии. Там вам предлагаются бакалавриаты, вам предлагаются разные образовательные системы. О чём они? Если мы начнём вот в Сибири, то они в основном о том, что уже давно было психологией. Почему? Потому что все программы сибирские в основном держатся на программах, образовательных программах 70-80-х годов. Уже авторитеты умерли, уже модели давно умерли, уже давно всё стало историей психологии. Но в силу того, что образование достаточно ригидно, по этим, я бы сказал, мёртвым канонам, мёртвым теориям обучаются студенты и делается некое воспроизводство самой психологии. И можно сказать, что современное и образование, и сама психология, она хаотична и удивительно мозаична. Если порыться в вашем сознании, ну, тех людей, которые считают себя психологами и даже с учёными степенями, то, по большому счёту, мы найдём вот эту некую мозаику фрагментов о том, что считается психологией. Фрагментов о том, что считается психологией. Минимальное представление о эмпирических методах и тех требованиях, к научным представлениям о методах. Минимальное представление о том, как проводить само научное исследование. Минимальное представление о теории, удивительно фрагментарной. Я абсолютно уверен, что из аудитории, ну, может быть, три человека мне сдаст экзамен по общей психологии. Я могу привести этот эксперимент. И одновременно, одновременно, ну, не имея представления вообще о каноне психологии, что это такое, какова его современная структура, при первом приближении, то, что в крайнем случае, в крайнем случае, существует там вот пять парадигм психологии, внутри которой, внутри которой играют все остальные школы. Что есть физиологическая парадигма психологии? И это самая старая психология. И она, она в соответствии с каноном психологии, так называемой ньютоно-картезианской моделью психологии, она сама себе воспроизводит, и в основном вся современная российская психология, это позитивистская ньютоно-картезианская психология. Хотите посмотреть основу этой психологии? Почитайте метафизические размышления Рене Декарта-картезио. Они там все изложены. Вот, и самообразование, самообразование, зиждется на позитивистской материалистической модели. И вроде бы везде кричат, что это, как бы, ортодоксально, это консервативно, и так далее, и так далее, и так далее. Но кто защищал кандидатский, вы помните, что такое ВАК, высшая аттестационная комиссия? Если вы хотите повысить вашу квалификацию, вы должны познакомиться с этой организацией. А это организация, которая следит за материалистической, позитивистской парадигмой психологии, которая по сущности физиологическая. И, в крайнем случае, вы должны были, если в университете защищать, там, дипломные работы, то вы должны были сделать модель эксперимента, модель исследования эмпирического в соответствии с этим каноном. И вне этого канона науки и научности не существует. И не только у нас. Вся американская психология, вся европейская психология, она держится на физиологической, когнитивистской парадигме. И если вы хотите каким-то образом, я извиняюсь, сделать трансперсональную психологию наукой, то трансперсональная психология, она должна лечь, лечь прокрустного ложа тех представлений, академических представлений, которые существуют именно в физиологической, когнитивистской парадигме науки. И здесь, сама парадигма, кроме ее основ, которые я уже говорил, изложены в Кортезео, они развиты в системном и метасистемном, системно-синергетических подходах в науке. И что касается остальных школ, остальных парадигм психологии, взять там тот же самый психоанализ, вот вторую волну психологии, взять там бихеверизм, взять там эгенциально-гуманистическое направление, и пятую, последнюю парадигму психологии, это трансперсональную психологию, то мы должны понимать, что их непризнание и оппозиция к этим направлениям в академической науке, а это непризнание и оппозиция академической науки к этим направлениям, оно является существенным, чрезвычайно существенным. Вот здесь вы должны понимать, что основная причина этого непризнания в том, что нет интеграции. Интеграция научного, когнитивистского, физиологического мышления со мировоззренческими, мифологическими в том числе моделями, которые существуют в психоанализе, которые существуют в эгенциально-гуманистической психологии, которые существуют в трансперсональной психологии. И именно вот этой интеграции, как движение, я извиняюсь, реальности науки, реальности, вот вы понимаете, а реальность, она всегда социальна. И занимаемся, в конце концов, мы последние там 25 лет. И в основном, конечно, вся проблема заключается в том, что те люди, которые применяют трансперсональные модели, там мифологические, там юнгианские, там шаманоязыческие, я извиняюсь, у меня некоторые кандидаты наук, в основном бьют бубен, ученики, на природе, слава богу, дышат хорошо. И все эти представители, они никоим образом не интегрируют научный подход к технологии, к методике, с самим мифом и с реальностью мифа. Вот и есть психоанализ, но нет экспериментально-лабораторных методов исследования, и тем более нет экспериментально-лабораторных методов верификации методов, и нет экспериментально-лабораторных методов, которые показывают эффективность психоанализа. Самая высокая плотность суицидов, как вы думаете, у кого? У шведов. У психоаналитиков, ребята. Почему? Я вам могу сказать. В психоанализе, так же, как в психологии, в основном поступают и занимаются люди с так называемой высокой степенью и уровнем рефлексивности и сложными когнитивными картами реальности. И это приводит к некоторым, я бы сказал, в том числе депрессивным и суицидальным последствиям. То есть уже это же не получается, это склонность есть, да? Нет, ну психология так-то, у нас есть исследование 90-х годов, психология в основном все-таки поступает акцентуированные личности. Акцентуированные. Ну, Леон Гарт, это ведь вы, я думаю, все знаете. Кого? Это так-то очень известный человек, есть теория акцентуации личности. Вот, ну ладно. Это ничего, что вы спрашиваете, кого? Это ничего. Это говорит о том, что мой тезис о сдаче экзаменов все-таки, он правильный. И что касается клиентов, каким образом, в конце концов, в конце концов, вот можно замерить, можно исследовать вообще эффективность огромного количества методик, которые сейчас применяются, ну, так-то на миллионах людей. На миллионах людей. Вот, и, в конце концов, работают эти методики или нет? Работает гештальтерапия или не работает? Работает нейролингвистическое программирование или не работает? Или существует только миф нейролингвистического программирования? В конце концов, кто видел эроса и тонатоса или беда? И что, у кого из вас есть комплекс электро? Или комплекс Эдипа? Вот, у меня вообще никогда не возникало желания, а я отслеживаю себя с полугода, обладать своей матерью и тем более, там, убить своего отца. У меня вот нюню не было. Плохо искали. Плохо искали? Нет. Понимаете, в чем дело. Дело в том, что я искал, я бы сказал, круто. Тебе бы попробовать то, каким образом я искал. Дело не в этом. Найти мы можем все. Для этого надо навязать миф. Навязать миф. Но корректно ли использовать все те мифы, которые существуют на современном человеке? И корректно ли использовать многие-многие психологические, психотерапевтические модели, в том числе, очень популярные? Это всегда остается проблемой. Проблемой. Но для меня, на самом-то деле, наверное, проблема моделей и мифа психологии, она во многих отношениях решенная проблема. Почему? Потому что я очень много занимаюсь людьми, и у меня было более 22 тысяч клиентов. Вот это много. Вот здесь у меня, ну, на самом-то деле, много. И у меня бывают очень разные группы. Я совершенно недавно был в Казани, проводил занятия с молодыми миллионерами. Но это, как бы вам сказать, до 27 лет, и уже с очень успешным бизнесом. То есть многобиллионным бизнесом. В долларах, не в рублях. И базовая проблема, базовая проблема в работе, например, с такими ребятами, да, это найти адекватный миф психологии и психотерапии. Почему? Потому что они не верят вообще словам. Они не верят вообще людям. Они вообще никому, ничему не верят. Вот. Единственное, чему они верят? Деньгам. Вот где-то все-таки. Леонгарда можете не знать. У вас есть принцип реальности. И, ну, в конце концов, в конце концов, раз ты начал с ними заниматься, навязать им комплекс Египы невозможно. Почему? Потому что они посчитают, что с профессором-то совсем уже плохо стало. Вот. Но, с другой стороны, с другой стороны, вот миф самореализации, миф самореализации, миф трансформации, вот миф интеграции, эти люди к этим категориям, они достаточно хорошо, адекватно, адекватно и рефлексивно могут понять и сопереживать. То есть, многие модели, которые существуют, они, на самом деле, вот психологические модели, вот, они являются историей. И не надо их вытаскивать, вот как это, древние сказки о психической реальности, для современных людей. Вот. Почему? Потому что они неадекватны, и они не для современного человека. Те люди, которые были, я извиняюсь, в конце 19-20-го столетия, они все умерли. Не только физически. Сама модель личности умерла. 19-20-й век, это время невротиков. Это время адаптации личности, как конструкция, вообще к новым социальным условиям, и вообще к самому существованию. В основном, в основном, те люди, с которыми мы занимаемся, они удивительно здоровы. Вы понимаете? Личностно удивительно здоровы. Они не просто эгоцентрично персонифицированы. Они в основном являются нарциссами. Вот вы понимаете? Которые самовлюблены своей полноценности. И, в конце концов, в конце концов, если к вам обратиться, да, то я увижу тех же самых нарциссов, вот вы понимаете, самовлюбленных и претендующих на свою истину, на свое понимание. И вот с этой реальностью здоровой личностью нужно заниматься. И миф, который вы придумываете, а миф все время надо придумывать для каждого человека. Вот вы понимаете? Для каждого человека нет универсального мифа. Почему? Потому что нет универсальной типологии личности. Каждый раз, каждый раз, когда мы начинаем работать с людьми, вот, мы все время сталкиваемся, звучит странно, но факт, с удивительными, уникальными и здоровыми и самовлюбленными людьми. Вот все время. И которая так-то критично относится к тебе. Начиная с того, что ты психолог, и что-то с тобой не так. И заканчивая тем, что ты профессор, и что ты работаешь за 20 тысяч рублей в университете. У меня вот работают строители, ну, дом я строю. И там у меня был плиточник. И он сделал ванную комнату, и затем, ну, оплата нужна. И он говорит, вот, тысяча рублей за квадратный метр. Я говорю, как тысяча рублей за квадратный метр? Что же я за месяц зарабатываю за 20 квадратных метров, что ли? Он говорит, а что, вы 20 тысяч зарабатываете? Вот я увидел в его глазах, когда он понял, что я 20 тысяч зарабатываю, вот, как это, великое сострадание. Вот. Ну, в буддизме это называется Махакаруна. Махакаруна. Наверное, у него где-то внутри, внутри, произошла интеграция и состыковка, что профессора-то они... И он увидел реально, что они на самом деле такие. У него был инсайт. И я, конечно, способствовал его инсайту. И если мы, если мы, вот, будем разворачиваться, разворачиваться, вот, к самой интеграции реальности, вот, и мифа. Вот. Миф, на самом деле, он должен быть просто реальным для человека. Вот, вы понимаете? Он должен совпадать с его внутренним содержанием. Он должен совпадать с его внутренней культурой. И не нужно, не нужно, вот, людям давать, я извиняюсь, сложные мифы. Сложные культурные мифы. Не то, чтобы, вот, вот... Я работал в очень разных странах. Буддийских, мусульманских, там, христианских, там, и так далее, и так далее, и так далее. И так-то я достаточно хорошо владею этими мифами, религиозно-духовными мифами. Вот. Я все время думал, раз я в этой культуре работал, значит, значит, я должен жить внутри их мифа, и, значит, я должен в том числе в работе использовать тот миф, который касается их духовной культуры. Это оказалось моим внутренним мифом. Мусульмане не знают мусульманства. Христиане не знают христианства. Буддисты не знают буддизма. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, как это ни странно, как это ни странно, вот эта интеграция мифа с реальным человеком и с его реальностью, она происходит из-за некоторых очень важных и странных вещей. Вот. Я, конечно, там, как бы, с одной стороны, академический ученый, но, с другой стороны, я работаю с людьми. Вот. И я понял самое важное, что необходимо для того, чтобы вообще работать с людьми. Надо сохранять живое любопытство. Живое любопытство перед человеком. Вот. И каждый раз, когда я работаю с человеком, я все время удивляюсь. Каких только проблем они не придумывают, вы представляете? Ни в одну модель не уместится, вот, понимаете? Почему? Потому что живая ткань человеческой личности, она всегда богаче, чем любой психологический, любая психологическая теория, любая психологическая модель. Вот. И если вы, вот, сохраняете вот это живое любопытство, смотри, блин, что деется. Вот, понимаете? Что деется? Надо же такое придумать. Вот, понимаете, мы-то там, как бы, с Володей прошли, ну, сколько уж, почти, там, 30 лет. Вот. Вот, там, дышали, там, много чего делали. Вместе. Вот. И, в конце концов, когда много очень проходишь внутренней работы, да, многие человеческие проблемы, они кажутся странными. Вы понимаете? Просто странными. Вот. Но вы должны понимать, вот, вот эта странность человека, вот, удивительная странность, вот, она является основной его реальностью. Вот. И, вот, для того, чтобы эту странность, вот, распаковывать, вот, важно живое любопытство к другому человеку. Вот. И когда ты проявляешь это любопытство, вот, ты чувствуешь, как именно реальность этой личности, она распаковывается. Возникает и доверие, возникает и сострадание, и понимание. И, вот, возникает то, что называется, вот, чудом трансформации. В основе чудо-трансформации лежит всего один феномен. Это интеграция сознания и воли. И если вы пробуждаете в другом человеке сознание и волю человека, то, в конце концов, трансформация, она возможна, и ясность его понимания жизни, она тоже возможна. Чеми занимается психология? Почему? Потому что психология – это логос о психике. Закон, ясность. К чему я вас тоже и призываю. Большое вам спасибо, что вы меня послушали. Спасибо, Владимир Владимирович. Будут вопросы какие? Задайте мне умные вопросы. Да, Татьяна, пожалуйста. Я сейчас не могу стоять. Татьяна, ну я не знаю. Я всегда поражался твоим вопросом и твоим ответом, правда, тоже. Владимир Васильевич, маленькая цитата из вашей речи о том, что универсального мифа не бывает. Я правильно лиц? Абсолютно правильно, да. Отлично, мой вопрос. А это универсальный миф? Все, что я сказал, все, что я сказал, это некий процесс мышления. И оно абсолютно не претендует на миф. Если ты хочешь посчитать это абсолютным мифом, то пусть это будет в твоей реальности абсолютным мифом. Если для кого-то это будет вообще никаким не мифом. Мне-то важно понимание. Когда я вам говорил, я чувствовал, что вы живете внутри моего текста. Вот вы понимаете, вот это важно. А остальное все. То есть, там, моно-миф, поли-миф, мета-системный миф, интегральный, интегративный и так далее. Спасибо. Все, наверное, поняли, какой сейчас сценарий разыгрывался. Я немножко с этой стороны. Брата Бриде и Бриде, и Бриде, и Бриде сам. То есть, это известные вещи, связанные с древнейшими опориями и о том, как выйти за пределы слов. Но, по сути дела, миф – это тоже попытка выйти за пределы слов. И, наверное, алгебра и гармонию, то есть, логика и миф не совсем уместно мерить, запихивая миф про густого ложа известных опорий. Поэтому, с одной стороны, в языке, да, мы находимся в парадоксальном измерении, с другой стороны, мы выходим за пределы этих измерений, просто живяя и провозглашая, не стесняясь, выходя за пределы. Все-таки, прагматика, вот, она должна быть, вот, но, так-то я представляю Ярославскую психологическую школу, это одна из самых, ну, я бы сказал, сильных современных психологических школ на ровне с Москвой и Санкт-Петербургом, вот, и, ну, так-то можно сказать, что это научная школа, вот, да, и, что касается этой школы, внутри есть магистратура, вот, и у нас есть аспирантура, у нас есть докторантура, вот, и у нас есть способы и возможности, как бы, дать хорошую квалификацию, научную квалификацию, научную карьеру, вот, что касается научной карьеры, у меня 18 аспирантов, вот это много, вот, это очень много, вот, вы должны понимать, что это говорит только о моей глупости, почему, потому что мне оплачивают работу только с 5 аспирантами, с остальными 13 я работаю бесплатно, почему я работаю с ними, потому что, они хотят, вы понимаете, они хотят. Вы же можете отказать. Я вам расскажу, опять-таки, ну, я не мешаю не рассказывать сейчас, потому что, иначе мы вне времени, хорошо, но я, я, вот, вы провоцируете, у меня было, у меня был удивительной чистоты, красоты человек, шеф, Виктор Васильевич Новиков, он умер в августе, ну, недавно, вот, и он принимал тоже всех, в том числе, на защиту, там, кандидатские, докторские, вот, и проходил, как бы, фильтр через меня, вот, и, значит, я говорю, Виктор Васильевич, ну, ну, нет диссертации, она никогда не защитит докторскую, она не так мыслит, ну, она не того масштаба человек, он говорит, ну, Володя, ну, она же женщина, она же хочет, вот, и вот, 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 вот эту удивительную логику, каким-то образом, я, наверное, воспринял, как урок, как это, личность, уже, как бы, вот, хочет, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ